Всем привет! Продолжаем изучать PhoenixEcto и сегодня поговорим о взаимосвязи many-to-many. Many-to-many. Каким образом мы отображаем для начала в базе данных. Давайте посмотрим. Затем посмотрим, как мы работаем с этой связью конкретно в коде. Вот я создал простую миграцию, чтобы показать эту связь many-to-many. В many-to-many в большинстве случаев мы отображаем через внешнюю таблицу, в которой хранятся внешние ключи. Смотрите, я создаю таблицу author, таблица book. То есть, аутор может иметь множество книг, с другой стороны, книга может иметь множество авторов. И мне нужно вот эту связь many-to-many каким-то образом отобразить. Отображаю ее с помощью внешней таблицы. Я здесь отключаю primary key, которая у нас по дефолту создается, и создаю свои. Мне нужно, чтобы оба внешних ключа, комбинация организовала primary key. Добавляю эти два поля, делаю ссылки на соответствующие таблицы. Ничего обычного здесь нет. Те, кто знакомы со SQL, опыт имеют. Это суперстандартный код. Хорошо, отобразили. Как это выглядит в базе данных? Давайте посмотрим. Вот у меня автор. Я забил несколько значений. Вот книга. Книга, да? И вот отношения. То есть у автора один. У Докинса. Selfish Gen. И у... Неудачный вел. Ну, ладно. Непонятно, что это даже. Возы. Возы. Ладно, вот такое вот название. Хорошо. Вот наша взаимосвязь. В принципе, мы можем воспользоваться. Теперь давайте посмотрим, каким образом эта связь отображается в коде. В коде, в коде, в коде. В коде. Автор. Суперстандартная схема. И отображаем в many-to-many. Book. Это поле у нас будет. Модуль, на который мы ссылаемся, по сути дела. Или какой стракт мы будем содержать. Тип это можно сказать еще. И Join Crew. Через что мы соединяемся? Мы соединяемся через таблицу BookAutor. Мы соединяемся через таблицу BookAutor. Так и пишем. You own Book. Book все то же самое. То есть схема Book и имя. Many-to-many мы к аутору, да, хотим. Типа аутор. И Join Crew тоже BookAutor. В принципе, в принципе. Если по каким-то причинам вы хотите, чтобы вот это было отдельной сущностью, отдельной сущностью, то можно создать, естественно, что-то типа BookAutor и там ввести BelongsTo, отключить Primary, здесь включить Primary и ввести те поля, которые, ваша вот эта внешняя сущность, которые также отображены в связи many-to-many, завести дополнительные поля. Тогда в идее JoinFru вы просто указываете модуль. Модуль, модуль, модуль. То есть так и пишите. Только BookAutor. Но мы, мне эта сущность, по сути дела, не нужна. Ни к чему она мне, да? И я могу без нее обойтись. И большинство случаев так и будет. Хотя, может быть, и нет. В зависимости от... В общем, это зависит от того, какая у вас схема и как вы ее проектируете. Хорошо сделали, отобразили эту связь. И теперь самое необычное и самое то, что мне абсолютно не нравится, то, каким образом это реализовано. Нам нужно теперь, перед тем, как сохранять базу данных, нам нужно связать букву... Кстати, здесь вот не Company, а Company, потому что я посмотрел пример. Аутор. Company, потому что я просто посмотрел пример. Чуть позже покажу его. И ссылки оставлю. Linkbook. То, каким образом это реализовано, мне нравится. Я еще посмотрел другой пример, и там точно так же. Давайте запустим. Давайте запустим. И создадим... Для начала я достану букву с индексом 3. Вот у меня бука с индексом 3. Ассоциаций нет. И так же надо достать... Так, где это у меня? Автора с индексом 3. Окей, достали. Вот Толстой и Сандой. Толстой и Сандой мы достали. Теперь я хочу связать данные и сохранить базу данных. Что, по сути, вот здесь вот происходит? Нужно сперва сделать прилод прилод у книги. То есть, чтобы вот это вот поле, по сути дела, было заполненным. Хотя бы пустым списком. А не вот эта вот надпись была. Но здесь вот мне что не нравится? Ну, фактически придется выполнять запрос в базу данных. А если там ассоциаций, там тысячу... Представим, что у нас взаимосвязь пост и комментарий. Пост и комментарий. Хотя нет, это плохой пример. Это же не many-to-many пример. Ладно, в любом случае можно найти взаимосвязь, где придется вытягивать большое количество данных many-to-many. И это мне вот то, что нужно, нужно вот этот прилод сделать, а это запрос базы данных. Мне не нравится. Потом, здесь я просто проинспектировать еще сделал, чтобы явно верить. Потом что происходит? Мы берем буку, 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 то есть мы обращаемся к полю буки, о, буки, к автору, то есть фактически мы вот сюда обращаемся. Здесь какой-то список же возможен. И плюсуем, плюсуем автора, плюсуем автора, который есть. и все это мы переводим вот этот список получившийся, мы переводим список чейнгсетов. Список чейнгсетов. Дальше мы берем нашу буку, нашу буку, превращаем ее в чейнгсет и здесь вот есть такой метод put асок свежие. свежие вот книжку с авторами, книжку с авторами и затем, затем произведи апдейт в базу данных. Ну и давайте посмотрим. Так. автор. Так, а1 я назвал и б1, если я правильно. А1 и б1. Хорошо. Ну и собственно вот. Ну и что здесь неправильно? Lisbuk and автор. автор. Ладно, внимательно прочитаем. из undefined он правит. А как оно у меня почему оно у меня не понял я. бог, бог, не то вел не то вел внимательнее отлично все отработало ну и давайте посмотрим что здесь происходит вот вот этот запрос мне нужно чтобы сделать прилод прилод тех данных которые у меня есть вот мы вытянули мы вытянули но данных не было никаких это повезло можно сказать да затем начинается транзакция транзакция то есть когда мы будем вставлять непосредственно делать апдейт вот судя по логам это у нас происходит в транзакционном режиме то есть begin begin да и вот мы вставляем запись и получили ответ букву с которой у нас теперь есть ассоциация ассоциация ну и можем соответственно посмотреть базе данных вот 3-3 то есть сандой связали с толстым ну и можно повторить только на сервис каренину достану и то же самое сделаем собственно вот то есть опять осуществляется прилод то есть первый запрос я вытягиваю все связи которые у меня есть затем 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 идет вставка в транзакционном режиме судя по begin commit и мне отдается в случае успеха книжка 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 естественно если я второй раз попытаюсь сделать то вот этот insert int он осуществляться уже не будет то есть вот видим ничего не произошло но прилод все равно осуществляется мне вот это не нравится проще написать по идее прямой сквельный код прямой сквельный код проверить есть ли такая запись и все или по другому да по идее так даже лучше было бы с этим прилодом мне эта идея абсолютно не нравится то есть нам нужно будет сохранить отдельно букву а отдельно автора это хорошо два запроса мы в итоге получим айдишники и затем третьим запросом отдельным правда все это можно сделать в этом в транзакционном режиме и это было бы даже правильно то есть воспользоваться рипа транзакционал и там записать то есть в три этапа сперва мы сохраняем букву потом автор а затем выполняем какой-нибудь прямой сквельный код который загрузит вот эти айдишники в нужную таблицу чем вот делать вот этот прилод и положить ассоциацию не нравится мне этот подход но собственно вот я примеры посмотрел примеры, примеры, примеры то есть вот many-to-many то есть юзеры с чем у него взаимосвязь модуль и через какую таблицу он связывается окей ну и собственно вот этот код я просто скопировал и изменил название эликсирскул эликсирскул предоставляет точно такую же идею many-to-many то есть тоже put association здесь тоже сперва вот это у нас подготавливаются данные actor подготавливается затем осуществляется preload movie preload movie перегоняется в change set movie потом делается ассоциация с акторами кстати акторы они а нет да 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 вот делается ассоциация с акторами и затем 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 сохраняется вот эта ассоциация базу данных все вот как вот там это сделано было по м м м м м м м м м в любом случае мне вот эта идея что мы берем и достаем м 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 то есть банально создается м м м И добавляем референсы, то есть внешние ключи, объединяем их как в один ключ, primary, создаем потом наши конкретные схемы, описываем их, many-to-many, с чем у нас взаимосвязь, какой-то тип, модуль, и join-through, и здесь мы указываем либо таблицу, либо модуль. Название таблицы, либо модуль. То есть если вам нужна вот эта третья внешняя таблица, и она у вас по смыслу что-то отображает, да, можно завести модуль и как-нибудь его оформить. Как-нибудь его оформить. Вот такой вот вариант есть. Ладно, изучаем это. See you next time. Субтитры создавал DimaTorzok